В здании администрации состоялось заседание открытого общественного совета парка города Видное. В него входят сотрудники парка, муниципальные депутаты и активные жители. В заседании принял участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Основная цель мероприятия – обсудить места установки и необходимость отдельных элементов благоустройства Расторгуевского парка. Вряд ли кто-то там против зарядки, которая там предусмотрена, вряд ли кто-то против туалета, против входной группы. Но это такие вещи достаточно очевидные есть, которые у меня у самого, честно говоря, вызывают непонимание. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что парк должен быть условно разделен на несколько зон, каждая из которых будет ориентирована на ту или иную социальную группу населения. Прогулочная и плюс тихая, они соединяют друг к другу. Это детская зона, это спортивно-оздоровительная, ну и, естественно, административно-хозяйственная зона. Наполнение этих зон должно определять по нашим предложениям соответствующие проектирующие организации. Мнения собравшихся разделились по поводу расположения скейт-площадки, веревочного парка и установки троллея. Троллей в том виде, в каком он планировался, я считаю, что он недопустим, там ландшафтные виды визуальные, они не должны нарушаться ничем. Скейт-площадку оставить, пойти на компромиссию с поддержкой Анатоли Михайловича, она на месте, моя точка зрения. Значит, это лазерка с канатами, лазерка с канатами, найти место чуть ближе, она ближе туда, где проходная. У нас есть детская зона, и вот все то, что определенным возрастом, ну вы сами как раз понимаете, до 10-12 лет, это все должно быть в одном месте. Потому что приходят мамы не с одним ребенком, а с двумя, а с разным возрастом, и у них будет все на глазах. В части, касаясь троллея, я в свое время еще в бытной с руководителем парка приходили с таким предложением, я категорически был против. Во-первых, эстетически портится, потому что у нас и одна часть вроде она такая полувлюбленная, полуспокойная и свадебная, и прогулочная, да, и вторая часть, но она немножко в другом формате. После горячей дискуссии было принято решение провести онлайн-голосование среди населения в социальных сетях по вопросу размещения объектов. Голосование продлится до понедельника, 16 ноября. Позже предстоит утвердить концепцию развития парка. Если мы говорим про концепцию, то нам самый крайний срок – это 20 декабря, когда мы должны уже пройти все – и обсуждение, и заключение, и уже выйти на ее утверждение в Министерство благоустройства Московской области. Концепция будет разработана по всем Видновским паркам – Центральному, Расторгуевскому и Тимоховскому. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.